Евгений Плющенко. Все мы знаем этого человека, как очень выдающегося в прошлом фигуриста, заслуженного мастера спорта России, который участвовал на четырех олимпийских играх, на одной из которых он победил, а на остальных был призером. У него была очень длинная спортивная карьера, в которой было много ярких побед. Но за все эти победы ему пришлось расплатиться собственным здоровьем, ведь он фактически стал инвалидом. Ради медали надо чем-то жертвовать. Вот я пожертвовал своим здоровьем. По этой причине ему пришлось завершить карьеру в большом спорте. Но из фигурного катания он так и не ушел. Евгений создал свою собственную ледовую академию, в которой тренируются настоящие и будущие чемпионы мирового уровня. Евгений Плющенко появился на свет в очень маленьком поселке Джамку, солнечного района Хабаровского края. Он был не один в семье, к тому времени у него уже подрастала старшая сестра Леночка. Родители очень сильно хотели, чтобы родился мальчик. Их мечте суждено было сбыться, и 3 ноября 1982 года у них появился чудный малыш, который в будущем станет чемпионом олимпийских игр по фигурному катанию. В возрасте полутора лет Женю отдали в ясли, но, как оказалось, он к этому был не готов из-за того, что постоянно болел, а в два года вообще заболел двухсторонним воспалением легких. Врачам удалось выходить ребенка, посоветовав родителям заниматься с ним закалкой. Через некоторое время семья уехала в Волгоград, потому что у них подошла очередь на квартиру в этом городе. И вот однажды зимой, прогуливаясь с сыном в парке, они встретились с одной знакомой, которая была со своей плачущей дочкой. При этом у нее на шее висели коньки. Из разговора выяснилось, что девочка не хотела ходить в секцию фигурного катания, и внезапно ее мать предложила отдать коньки Жене, при условии, что он будет заниматься. Мальчик с радостью согласился, и со следующего дня, в возрасте 4 лет, он вышел на лед и стал заниматься фигурным катанием. С этого момента у Жени Плющенко появилось огромное желание и цель стать лучшим фигуристом, и это впоследствии сделает его знаменитым на весь мир. Первым тренером Плющенко была Татьяна Николаевна Скала. С ней он освоил такие элементы для мужского катания, как бильман и бублик, которые получались у него даже лучше, чем у многих девочек. А вот прыжкам Женя обучался уже у второго тренера, Михаила Хрисанфовича Маковеева. Он был достаточно жестким наставником и делал акцент на силу и выносливость. В 7 лет Плющенко уже легко мог пробегать по 10 километров и делать по 50 приседаний на одной ноге. И уже к 11 годам Евгений владел всеми тройными прыжками и выполнял 5 сложнейших элементов из взрослой программы. Потом наступило сложное время. Произошел развал Советского Союза. Волгоградская спортивная школа, где тренировался Евгений, закрылась из-за нерентабельности. Но тренер Маковеев видел в своем лучшем ученике большой талант к этому и отвез его в Ленинград. И показал его известному ледовому профессору, как его тогда называли, Алексею Николаевичу Мишину. Мишин почти сразу же разглядел в Жене чемпионские способности и согласился принять его в свою группу. Так в 11 лет Женя без родителей переехал в большой город и начал тренироваться. Конечно, поначалу было непросто из-за царевшей в общежитии дедовщины. Но вскоре к нему приехала мать и забрала Женю из общаги. И чтобы выжить, приходилось перебиваться случайными заработками, потому как на работу из-за отсутствия прописки устроиться было нельзя. Иногда даже им приходилось собирать бутылки на улицах. А костюмы мать Жени Татьяна Васильевна шила сама. Несмотря на все эти невзгоды, в спорте Евгений уверенно показывал высокие результаты. И в 1995 году он впервые выступил на юниорском чемпионате мира. Потом занял второе место на скейт-Америка и третье место на чемпионате России. Со временем в группе Мишина стала выделяться очень сильная троица лучших учеников. Это Алексей Ягудин, Алексей Урманов и Евгений Плющенко. Все они в итоге станут олимпийскими чемпионами. Но тогда между ними была очень жесткая конкуренция. Еще был конфликт между Ягудиным и Плющенко, потому что, по мнению Алексея, тренер уделял этому приезжему волгоградскому выскочке больше внимания, чем ему. Возможно, именно по этой причине Ягудин ушел тогда к тренеру Татьяне Тарасовой. И с тех пор они с Плющенко стали непримиримыми соперниками. В том же году на чемпионате Европы в Милане оба фигури состояли на педестале почета. Ягудин был первым, а Плющенко вторым. Тарасова, кстати, также хотела переманить в свою группу и Плющенко. Но Евгений остался верен своему тренеру Мишину, проработав с ним 21 год до самого конца. В сезоне с 2000 по 2001 год наступает пик спортивной карьеры для Плющенко. Этот сезон был для него очень успешным. Он выиграл тогда все турниры, в которых только участвовал. Особенно запомнились его номера как болеро и сексбом, которые вспоминают до сих пор. У Плющенко оставалась только самая главная цель. Это приближающаяся Олимпиада 2002 года. Для этого за несколько месяцев до Олимпии они с Мишиной придумали программу «Кармен». Она была зрелищной по сложности и претендовала на олимпийское золото. Но когда дело дошло до самой Олимпии, выступая в короткой программе, Евгений не смог справиться с огромным нервным напряжением и упал с четверного прыжка. И по общей сумме баллов уступил первое место Алексею Ягудину. К тому же у него еще и обострились травмы, из-за которых Плющенко пришлось ложиться в больницу. А вот в следующем сезоне Евгению Плющенко весьма подфартило, потому что его самый главный конкурент Алексей Ягудин решил покинуть большой спорт. Серьезных соперников у него не оставалось, и Евгений подготовил несколько новых шедевральных программ. Основная из них – это «Бандитский Петербург». Фигурист исполнял ее под музыку всем известного популярного сериала начала 2000-х годов. Эта программа была придумана им в честь 300-летия любимого города. Следующим и, наверное, самым главным спортивным событием в жизни Плющенко была Олимпиада 2006 года в Турине. Это был настоящий звездный час в его карьере. Он тогда с огромным отрывом в 27 очков разгромил всех своих соперников и выиграл золотую медаль. Но после этого у Евгения опять обострились травмы, и ему пришлось взять паузу. За время этой паузы он участвовал в разных шоу. Был ведущим телепроектов «Звезды на льду» и «Властелин горы». Еще его потянуло в политику. Он вступил в партию «Справедливая Россия» и стал членом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В 2008 году Плющенко выступил на музыкальном конкурсе «Евровиденье» в номере у Димы Билана. После всех этих развлечений Плющенко начал активно тренироваться к предстоящим Олимпийским играм 2010 года в Ванкувере. За месяц до Олимпии он победил на чемпионате Европы в Таллине, побив по очкам свой же мировой рекорд 2006 года. А вот на самых главных стартах четырехлетия Евгению опять не повезло. Он стал только вторым. У него снова появился очень сильный соперник, американский фигурист Эван Лайсайчик. Американец обошел всех по очкам и занял первое место. После поражения в Ванкувере Плющенко сильно рассердился и принял решение участвовать в следующей Олимпиаде 2014 года в Сочи. За год до ее начала у него начались очень серьезные проблемы с позвоночником и из-за этого ему пришлось ехать в Израиль и переносить сложнейшую операцию по замене межпозвоночного диска, что по сути сделало его уже инвалидом. Сама же Олимпиада 2014 года в Сочи была для Плющенко самой скандальной и его репутация после этого была весьма подпорчена. Евгений, конечно, хоть и успешно тогда выступил в командном турнире, выиграв в этом зачете золотую медаль. Но вот когда дело дошло до выступления в основном личном зачете, у него начались проблемы с позвоночником. В тот момент, когда фигурист сделал прыжок на разминке, он ощутил сильную боль в спине. Позже выяснится, что у него сломался один из четырех шурупов, вставленных в позвоночник. Поэтому, чтобы не доламывать остальные шурупы, ему пришлось отказаться от дальнейшей борьбы и сняться с соревнований. И из-за этого разгорелся скандал. Ведь все надеялись, что Плющенко хотя бы войдет в первую тройку и окажется на пьедестале почета. Но, к сожалению, в ту Олимпиаду впервые за всю историю ни один российский фигурист не смог не то, чтобы взойти на пьедестал, но даже не попал в первую пятерку. Хотя, по всем правилам, в той Олимпиаде должен был выступать Максим Ковтун. Он бы смог успешно заменить Плющенко на льду и вполне мог бы занять призовое место. Ведь он показывал хорошие результаты. Но его так и не включили в состав сборной. После этого на Плющенко обрушилась целая лавина критики. Многие, кто комментировал это событие, не стеснялись в выражениях. Где медицинское заключение? О невозможности участия ни в каких соревнованиях. Какая Олимпиада? Он инвалид, Плющенко. Инвалид. Еще оставаясь в Сочи, Евгений объявил, что уходит из порта. И сразу после окончания Олимпии он снова лег в израильскую клинику, где ему заменили сломанный шуруп в позвоночнике. Успешно пройдя реабилитацию, он еще три года выступал в разных ледовых шоу. И 31 марта 2017 года фигурист объявил об окончательном завершении своей спортивной карьеры.